Привет! Хочу рассказать тебе о сервере Happy Base Wars. Здесь есть всё, что ты любишь на DarkRP. Рейды, майнинг, постройка баз, формирование организаций, захват территорий и многое другое. Но без занудных правил РП составляющей и множеством новых механик, которые не заставят тебя скучать. Выбери один из множества уникальных классов для игры, найди команду и покарай просторы Happy Wars. А также для новых игроков мы дарим промокод на 1000 рублей. Все ссылки и ай-пи в описании. Пыща какая, ту-ту-ту-ту-ту. А давайте за бомжа поиграем. Почему нет? Может быть охранник? О, точняк. Стой, поставь его, я кое-что хочу проверить, насколько сильно он полетит. Тью-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Открывающими нарушениями этого ролика стали классические Нон-РП и Фрикилл. А где же тут Нон-РП? Ну, то, что он бегает и стреляет по футбольному мячику, это считается неадекватным использованием оружия. Но на самом деле, рядовые правила РП здесь не так интересны, важнее вот что. Тут, в принципе, как и во всем Дарк РП, просто ебаное очистилище каких-то обиженных ебланов, которые пытаются тебя слить с сервака за то, что ты посмел подать на них жалобу. Что? Я проспойлерил? Не, ну не может такого быть. Ладно, смотрите дальше. Меня убили просто так. Вот он, первый готов. На вас за жалоба по причине фрикил. Смотри, ты подлез под мяч, когда я в него стрельнул, и поэтому я тебя убил случайно. Я признаю в банку, прощение, все дела. Там стрелял, зачем ты помять? Ну смотри, фокус, сейчас я покажу, зачем. Сейчас, подождите, чтобы он сделал вот так. Вот за этим я и стрелял по нему. А, кстати, тебе не смущает то, что он использует твой смот? Ой, блядь. А это, ну на РП же, да, вместе с фракелом? Неадекватное использование оружия. Да, да. А, ну вот, вот, да. Какое неадекватное использование оружия? Я могу им распоряжаться так, как я хочу. Ты можешь им распоряжаться так, как тебе велят правила. Обратите, пожалуйста, внимание, что на этот вопрос я ему ответил, не перебивая никого из этих двух человек. Ну да, мы пересмотрели, и что дальше? А вот прикол в том, что на этом серваке как бы принято стакать у людей как можно больше нарушений, если они вдруг посмели на тебя подать жалобу. И делается это все до более простым образом. Вы просто говорите на жалобе, и вам челик начинает кричать о том, что вы его якобы перебиваете. Несколько раз так покричали, буквально двух раз достаточно, у человека два предупреждения, и уже есть нарушение правил неадекватности. То есть это реально рабочая схема, я показываю на своем примере, вы просто заходите на жалобу, начинаете там с кем-то говорить, и вдруг кто-то вас посмел перебить, даже просто какой-то звук в микрофон издать. Вы можете из себя сделать супер ранимого челика, для этого особо много ума не надо, и говорить, что вас перебивают и не дают вам сказать версию. Админ засчитывает первое предупреждение, спустя какое-то время может засчитать второе, и после этого у человека будет неадекватное поведение. Так вот я хочу. Ты можешь им распоряжаться так, как тебе велят правила. А почему он меня сейчас перебивал, да, ему предупреждение, он два раза меня перебил, пока я говорил, у него два предупреждения. Нет, я сказал тогда, когда ты закончил говорить. Он меня третий раз, он третий раз меня перебил, у него 1,38, а ты на это закрыл глаза. Это по-твоему нормально, администратор? Или кто сервер, можно подавать пример игрокам, а ты пропустил то, что я перебил. Он немножечко оскорблен тем, что я посмел найти нарушение, но просто рассуди то, что произошло. Успокойтесь, оба. Он меня перебивает, дай ему 1,38 за перебить игрока за неадекватное поведение. У вас два предупреждения. Какие два? Я только что говорил, он меня опять перебивал. Ты о чем какие два предупреждения? У него 1,38, он меня перебивал, пока я говорил, я не останавливаюсь, говорил, он меня брал и перебивал то, что я обижен. И это неадекватное поведение на жалобе, а ты на это закрываешь глаза, то есть, получается, ты некомпенсивный сотрудник сервера. Ну как-то странно идет жалоба на самом деле. Я свои нарушения признаю, но дай ему 1,38 за то, что он меня перебивал. Ну вообще-то только два преда. Какие два предупреждения? Вот он опять меня перебил, я начал говорить, он меня опять перебил. Это уже третье предупреждение. Во-первых, два преда ты ему дал, когда он меня перебил в начале, потом он меня перебивал во время того, как я тебе говорил, то, что ты закрываешь мне глаза. Так я же ничего не говорил сейчас. И он всегда просто я обижен в то время, когда я говорил. И сейчас он меня опять перебил только что вот до этих моих слов, и ты на это закинул глаза. Да он сейчас спидами вкинулся. Странновато как-то, я просто молчу, он говорит, что я его перебиваю. В общем, Маунти, я, надеюсь, правильно ник прочитал, да, можешь уже выдать, получается, фрикил на НРП и пойдем уже своими делами заниматься. Это последняя моя жалоба. Подожди, стоп, ты не можешь выдать ему наказание, если ты выдаешь сейчас мне наказание и не банишь его за то, что он меня перебил. И давайте я покажу демонстрацию, он сказал то, что он молчал, хотя он меня перебил в моих словах, и у него будет 0.15. Вот администратор подошел, подойди, пожалуйста, сюда, дай ему 138, ты ему выдаешь, смотри, админ, подойди сюда. Два предупреждения, я ему дал два предупреждения, вы тоже обратно его перебивали, мы меня перебили, мы даем вторую, я предупреждаю. Помолчи, пожалуйста, я сейчас разговариваю с администратором Червера, ты сейчас меня начал передавать, смотри, он меня перебивает неоднократно, ты следил за ситуацией? Давайте я покажу демонстрацию, он закрыл глаза на то, что этот человек меня перебил два раза, потом мне, пока я говорил, он мне сказал то, что я обижен, то есть перебив меня этим, а потом он меня перебил, админ закрыл на это глаза Червера. У него на 15, потому что он обманул администратора и сказал то, что не было перебития, и администратор, он меня опять перебивает, ты сам это видишь. Ты адекватный, нет, скажи мне, пожалуйста, ты думаешь, ты будешь ты тут один разговаривать бесконечно, и если кто-то что-то скажет в войс-чат, тебя будут перебивать, или что, ты больной, может быть? Я не перебиваю, я просто ничего не могу на жалобе сказать, из-за того, что чел просто без установки говорит про перебивание, предупреждение, обман администрации и демку, но он тупо не дает ничего сказать, и потом говорит, что админ некомпетентный, и мол, у него будет нарушение админских правил. Привет, я вообще подал жалобу на фрекилы на НРП, я вкратце скажу, вот, он меня убил из-за того, что он стрелял по мячику, и админ сказал, что это фрекилы на НРП, он подтвердил это, вот, и я просто потом ему ответил, что он может распоряжаться оружием только так, как вилят правила сервера, а не так, как он захочет сам, как он говорил. Ему это не понравилось, и он говорит, начал про якобы мои перебивания, хотя админ, во-первых, еще не успел сказать про предупреждение, а как такового стопа от него не было. Затем админ сказал, как бы, по очереди говорить, и все, я стою по очереди, разговариваю, я просто сказал сейчас опять, просто вот так вот протяжно А, и ему опять показалось, что это перебивание. Он начал угрожать админу нарушениями админских правил, а по факту админ просто стоит и слушает, что происходит, а он при тебе сейчас берет администратора, затыкает. Ну, странный человек какой-то, правда. Я, конечно, все понимаю, если бы я тут орал, просто слюной брызгал. Ну, я это в контексте так сказал, типа, а в курсе вообще, что я не перебивал. То есть он даже на звук банальный. Ну, слушай, он рассказывал ситуацию минуты две без остановки, перечисляя одно и то же 300 раз. Каким образом это может помешать человеку? Ну, он уже один раз рассказал, зачем 300 раз одно и то же мусолить? И он просто как бы сказать по факту не дает ничего, потому что, ну, ему ничего нельзя якобы в укор сказать, потому что это будет перебиванием. Чел злоупотребляет правилами и пытается вертеть ими так, как хочет он. Но это немножечко не так работает, если сервер справедливый и админ тоже. Он меня не только что перебил, я начал говорить, он меня перебил, смотри, он обманывает тебя администратору, я не угрожал, что у него будет нарушение админских правил. Я ему сказал, что он некомпетентственный сотрудник, потому что он не выдает ему предупреждения и говорит, что 1,38 не было. Хотя я разговаривал, он меня два раза предупредил, пока я админу не сказал, что он выдал ему предупреждения, он даже об этом не думал. Потом я начинаю говорить, он говорит, что я на него обижен за то, что он на меня под... В итоге вся эта ебатория... О, что-то забыл отжать горло, ребята, извините. В итоге вся эта ебатория длилась достаточно долго, и он на протяжении всей этой ебатории говорил о том, что я его перебиваю, что я нарушаю правила неадеквата, ставил условия администратору. И это, понимаете, ребята, только начало, только восьмая минута видоса. Я вообще не планирую делать слишком долгим ролик, планирую показать только вам долбоеба, коих на ДРКРП, ну большинство. В итоге я заебался этот бред сумасшедшего слушать и сказал админам, мол, пойдемте смотреть демку. Но демку мы смотреть не пошли, потому что админ был под приходом. Ему выписали за неадекватность, потому что другой админ, который пришел достаточно вовремя, он увидел, что у него есть реально вот эти вот признаки долбоеба душного, которые просто пытаются настакать нарушение вот этого неадеквата. Короче, заебали, давайте Дискорд, я показываю демку, и чел просто сыпется, как листва осенью, окей? Дискорд, давайте свой, любой. Любой из трех вас, любой из трех вас. Любой из вас троих, давайте Дискорд, я пойду покажу демку, мне попы. Дискорд, скидывайте. Дискорд, я жду. Че ты признаешь нарушение? Демка есть, где чел себя неадекватно ведет и рассказывает якобы про неадекват. Я ебал эту жалобу проводить с челом, который не в состоянии разговаривать. Давайте демку я покажу. Почему только за 1.38? В чем у меня 1.38? Чел меня, блядь, выводит на какую-то реакцию и пытается у меня нарушение вытащить. Я говорю, пошли, Дискорд демку покажу. Кстати, демку они так и не захотели посмотреть, я так и не понял, почему. Ну, потому что есть все факты того, что это какой-то ебнутый просто на голову отбитый хуесос, который просто сидит, пытается людям нарушение стакать. Он, демка есть у меня, демка, долбоеб. Сдец, он реально больной, я вам отвечаю, ребята, вы, наверное, слышали. Я просто, блядь, сказал, угу, он, он меня опять перебивает. Это не нытик раз, это нытик нахуй. Понимаешь, я просто на нон-рп и фрекил пожаловался, и я не могу нормально рассказать версию и объяснить человеку. Я не могу человеку нормально версию объяснить, просто потому что чел, на которого я пожаловался, берет, занимает все микрофонное время, и админ сидит это слушает по 300 раз одно и то же, вместо того, чтобы сказать, чтобы он успокоился, и сказать, дать слово другому человеку. Он ничего этого не делал. И как только я включаю микрофон, он тут же кричит про перебивание админу, а админ это все хавает, уж извини. Так что я пытаюсь админу рассказать версию свою, и то, что, ну вот почему я думаю, что у него будет нарушение, там, такого-то, такого-то правила. Я как бы, понимаешь, как только он сказал успокоиться обоим нам, я раз послушал, что чел говорит, послушал, что админ говорит, я после этого сам что-то дальше говорю. Как только кто-то что-то дальше говорит, я сижу слушаю. Именно после того, как он сказал успокоиться. А чел сидит, вот стоило мне просто, угу, сделать вот так вот в voice chat, он тут же начинает орать, вот он меня еще раз перебил, и админ сидит это слушает. Ну как мне тогда жалобу проводить? Я пожаловался на человека, мне не дают ничего сказать толком. Где у меня неадекватность-то? Чел пытается нарушение настакать. У меня неадекватность, потом он условия ставит админу, и угрожает ему некомпетентностью, вот это, снятием или же баном, наказанием для админа. Ну бля, а кто тут неадекватный тогда, вот скажи мне? А я сижу за этим наблюдаю, думаю, куда я попал, в цирк или в дурку? Он сидит две минуты, просто втыкает. Ну шо это такое? Я, я на него не обиделся. А, ну, ну и что? У меня есть право подать ЖБ, если в мою сторону нарушили правила, а че я сделал такое? Ну не получилось. Какой-то у меня деп админ, сука, 30 минут на эту ебучую жалобу, это бля пиздец. Уходи отсюда. Да-да-да, сейчас, сейчас. А там человек ворвался в отель, просто так, проконтролируйте, пожалуйста. А, сейчас нет, сейчас всё будет, сейчас всё будет. Вот он, вот он, вот он ворвался, 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 зелёненький, который зелёненький, зелёненький, я видел его. Здравствуйте, я тут как бы недавно устроился, и я как бы, да, вот он, вот он, вот он, держите его, пожалуйста, держите его руками обеими, да? За загривок возьмите его, чтобы он ответил за свои деяния. Офицер, у меня есть предположение, что это либо было заказное убийство, либо налет в ходе войны группировок. Это первое, второе. А он не особо даже хотел прислушиваться, когда я говорил, что не нужно туда заходить, он как-то напролом пошел. Пожалуйста, можете... Вы будете арестованы за неподчинение. Не встревай в разговор, это мешает. Я просто свидетель. Хорошо, хорошо. Всего доброго. Сука, нагнал на челика, блядь. Бля, бедный шкил, обрасти меня, но это было весело. Слушайте, а тут это деньги раздают? Что? Нет. Тут никто не говорил, что тут деньги раздают. И вообще, валите отсюда. А, я помню. Просто с цемента сказали, я как посыльный мустрос, сказали, тут могут на работу принять. Вот кирпич этот охранять. Вот этот кирпичик. Сейчас покажу. Вот этот вот. Нам не нужен охранник. Нет, спасибо. А, ну ладно, да. Нам нужен вы. Давайте, идите. Сука, никому не нужен охранник кирпичиков зданий. А вдруг кому-то, ну вот, придет в голову спиздить кирпичик вот отсюда. Хотя бы один. Здание же рухнет нахуй, вы представляете? Все это, блядь, упадет. Все здание завалит. Все, кто живет в этих окнах, они точно отъедут в мир иной. Понимаете, да? Мировой упадок ценностей просто, сука, никаких. Мир прогнил окончательно. Ну че, дубль два, теперь посмотрим, что тут вообще есть интересного. Спустя какое-то время я зашел снова на сервак и наткнулся на этого долбоеба. Он запомнил меня по голосу и начал пытаться как-то нарушать мою сторону. И закончилось это все на одном фрикеле. Объясняю сразу, почему там есть фрикел. Я пришел по заявлению человека, что вот там кого-то, кажется, ограбили. Пришел, узнал у человека, которого ограбили, возможно. Но я не видел там ни грабителя, ни вооруженного человека. Я просто зашел, задал вопрос, и я получил пизды. Так, без оружия зайдем, чтобы никого не забрали. Пойдем, камень. Там награбление было, если что. Ну это надо разобраться. Здравствуйте, стойте, стойте, стойте. Говорят, это ограбили кого-то. Вы не знаете? Тут никого не грабили. Нет, нет. Нет, без понятия, без понятия. А это свидетель? Это вообще-то дурали, вот кто. Все, пошел. А ты свидетель смерти. Свидетель... Все, барман гуляй. Чего? Свидетель чего? Я не видел ни ограбления. Ничего такого. Ладно. О. Сантом. Тоже госпрофессия. О. А какой сегодня отличный день? Нихера себе. А куда он пропал? Вот это да. Он исчез. Вот это пи... И появился. Че ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Если вы хотели сегодня покоринжевать, то представляю вам школьников с Дракарпе, которые отыгрывают маньяка в войс-чат. Это пиздец. Меня заковал свой же ГОС. Че ты творишь? Припизнутый просто. Я тебя, кстати, могу откинуть лепо за то, что ты знаешь, что он не плывет. Блядь, ты мозги свои не знаешь, иди нахуй. Ой. Закрой ебалу уже, все. Алло, я тебя спрашиваю. Алло, я тебя спрашиваю. Я тебе не отвечаю, иди нахуй говорю. Ты че, муж и глухой шли, и почему? Нахуй пошел. Теряйся и отсидывай, нищий. Да, да, нищий, блядь. Нищий тебе ебало разобьет и обоссытывай могилу, нахуй. Опа. Четыре класса ебаного образования. Че ты там выпиздываешь? Что тут происходит? Нахуй ты полицейского связываешь, берешь такого же, как и ты. РПшна, РПшна, Винни Белый. Ничего не видел. Вообще ничего не видел. А что это такое? А это нон-РП. А подождите, ну это же ГОС, правильно, да? Ну я же не могу ошибаться, это же был ГОС. Человек, которого выкинули из секретной организации, пошли в правительство с целью мести. И с каждым днем гнев накапливается все сильнее и сильнее. Не может грабить, сотрудничать с криминалом, купить принтер. В любое время может находиться в городе, расследовать преступление. Я забираю тебя в офинатор. Подчиняется лишь мэру. Для тебя. По какой причине вы открыли огонь по госсотруднику? Ой, а это что, саморазбор у нас? А у нас за такое как бы банят, ну? Ну так, причину можно узнать? Слушай, а это нормально то, что ты за админа? Ну у тебя есть админка, ты оскорбляешь мать человека, оскорбляешь его семью, нарушаешь правила, используешь восьченджер. Это все адекватно? Ну, я родителей не оскорблял, вообще-то. Но я как бы хочу услышать причину убийства полицейского. Я понял, причины не будет названо, значит у вас выходит фрекил или же РДМ, как тут на сервере. Помните тейк про нищего от этого донатного суперадмина или супереблана? Вот, помните, да? Так вот, смотрите, как ведет себя не нищий, а самодостаточный, богатый и обеспеченный человек в Дарк РП. Ты примешь, что? Не будет никакого вызова. Блин, сдай шею, пожалуйста, я хочу, умоляю. Блин, нищий. Не-не-не-не-не-не. Ну вот вы можете себе представить, что вы играете в какую-то онлайн игру и хейтите челика из-за его мат-состояния, исходя из его привилегии, которая куда ниже вашей на первый взгляд. А потом, буквально через несколько минут, вы в админ-зоне просите челика, у которого привилегия еще выше вашей, дать вам денежек и спрашиваете о его заработке, о заработке его знакомых. Сука, ну такое просто мерзкое лебезение перед челом, просто который имеет выше, чем у тебя привилегию, блять, я просто в шоке. Причем посмотрите на его тон общения или тон голоса, похуй, ну просто посмотрите на то, как он себя ведет с одним челом, который имеет привилегию меньше, чем у него, и посмотрите потом на его поведение с другим человеком, который вроде бы из наборки, имеет больше привилегию, чем он, он у него и спрашивает, сколько кто зарабатывает, выпрашивает деньги. Фу, просто мерзкое уёбище. Таких вот в Дарк РП реально хоть заходи сюда с огнемётом. Ты меня слышишь, нет? У тебя за Фантома нарушение я увидел. Ну ты полицейского связал просто так. И получается этот... Закрыл глаза на преступление, на НРП и Фрико. Да, можно, в принципе. Можно присутствовать на жалобе? Зачем? Просто послушать. Раз интерес. Баня. Я тебе могу какашка назвать или ты мне забанишь? А насчёт какашки ты же не потянешь потом, поэтому лучше молча себе бан выдай и дегутай. Да, только задминь, Брафуль, ты. Вы просто не можешь себя забанить. Небольшая пауза с разносом долбоёбов у нас прошла, теперь мы снова возвращаемся к нашему маленькому ущемлёнке на модераторе, который жалуется на всех и на всё подряд. Я его тэпаю, чтобы объяснить, что он нарушил правила фрикил, когда он убил полицейского за якобы свидетельство об ограблении, чего на самом деле не было. После небольшой дискуссии он понимает, что у него есть нарушение, я даю ему форму с этим наказанием, там всего лишь 15 минут, чисто символических, чтобы он себе их выдал. И понимая, насколько это гнилой человек, я решил его снова проверить. Я дал ему форму с наказанием, он должен просто её прописать, а я якобы становлюсь в АФК и всего этого не вижу. Что он делает дальше, смотрите сами. Я его убил, потому что мы стреляли по хранителю, который пришёл отбивать флаг, и по нам, типа, и там менты стояли, я по ним попал. А, не-не-не-не-не, я про ситуацию в доме возле вышки. А, там, потому что мы грабили, там моих людей увидели с оружием. Прям с оружием? Ну, один выбегает, забегает обратно и убирает пистолет. Стой, подожди, это я тебя убил, что ли? Я же за тобой наблюдаю, он вылетает, получается. У меня вылетает, и я всё захожу, захожу, не могу нормально зайти поиграть. Ты не можешь разбирать свою жалобу. Ну, так, я понимаю, я и не разбираю. Я увидел, что ты человека убил. Так, это я тебя убил в итоге, получается, да? Смотри, вот этот человек говорит то, что... Ну, он разбирает свою жалобу, когда я его убил в доме. Мне надо на демке перетворить. Ну, хочешь бай, хочешь там прости, хочешь отку. Подпишу. Нет, это не банит. А, я не могу забанить. Видимо, понизили. Понизили, меня кажется. В общем, давай тогда ты себе выдай. У тебя фрекил выходит. Подожди, то есть... 15 минут у тебя фрекил выходит, сейчас я... Не, ну подожди, но он-то на меня жалобы не поддал, почему я должен сам себя банить? Ну, так, чисто логически. А, видишь, всё уже, не хочет, не хочет выдавать, хуйло. А, нет, я не понизили. А, ну почему ты модером стал? Так выдашь ты себе этот фрекил? Ну, это выдам, подожди, а ты в то время, когда, кстати, спекаешь демки, записываешь, вот просто один момент. Ну, чтобы, если ты спекал, чтобы люди, если бы спросили у тебя демку, чтобы ты показал демонстрацию экрана на нарушение, а так они могут сказать то, что... Чё говоришь? А кто у меня спрашивать будет? Ну, люди, которых ты тэпнул, чтобы разображал обу, к примеру. Но я не буду спрашивать, у меня нарушение есть, я признал лучше. Да, всё уже, получается, выдавай. Пропиши мне форму, чтобы я выдал себе наказание. Почти повёлся. Я не могу выдавать сам себе наказание, ты должен прописать в твоё правильную формулу. Правильно? Ну, люди по обычной форме баннеры всё, ну, окей, хорошо. Сейчас я отвлекаюсь. Ну, должен выдать, ребят, должен выдать. Я кинул ему формулу, он должен её себе уже давно выдать. Но он её не выдаёт, понимаете? Ждёт, пока к нему какая-то, блядь, семечка тэпнет. Сука, он серьёзно пошёл играть. Блядь. Всего лишь 10 минут надо было выдать себе. Ну, нихуя не выдал, пошёл играть дальше. Блядь, он реально пошёл просто, ну, играть. Да, он просто пошёл дальше играть, потом чуть погонял, подал жалобу на челика, который неправильно построил базу. Её приняли, разобрали, закончили жалобу. И начинается самый пиздец. Когда ему надо всё-таки уже выдать наказание за админабус, он ливает и тем самым обузит правилами сервака. По правилам сервера, рецидив — это нарушение 5 и более правил за одну игровую сессию. То есть, если ты пока играешь, нарушаешь 5 правил, получаешь там за них наказание, и после пятого у тебя идёт рецидив, тебя банят на неделю. Но этим правилом можно обузить, и он показал, как. Он нарушил 3 правила, и четвёртая добивающая — это лиф от наказания. Пятого правила не будет, потому что игровая сессия закончена, и нужно считать нарушение заново. То есть, он должен опять наиграть и нарушить эти 5 правил. Но этого не должно было быть, по его мнению, поскольку он обузит этими правилами, чтобы избежать огромного наказания. 3 часа, 12 часов — это ладно. Посидел, поспал, погулял, и играешь себе дальше спокойно. Но неделя, бана и больше — это уже более серьёзно. Но это также камень в огород создателей правил и самих правил, потому что они прописаны, ну, очень простецки, и челики вот так вот бывают ими обузят. Пример — слив игроков за нарушение правил. Правило о сливе игроков и админов разделено на две части. Одно находится в правиле администрации, а другое — в общих правилах. И оба запрещают вам наблюдать за челиком, спектейтить, контролить его постоянное перемещение, действия, чтобы настакать ему нарушения. Но в этих правилах ни слова не говорится о том, чтобы как-то вытаскивать нарушения из челиков, не следя за ними, а находясь с ними в какой-то ситуации. Та же самая жалоба. Когда ты что-то говоришь в voice chat, а челик пишет в чат обычный, текстовый, и при том никак тебя не перебивает, ты можешь заплакать админу, и админ это рассчитает как неадекватное поведение и перебивание на жалобе. То есть нет в этих правилах конкретики, что нельзя любыми способами манипулировать админом, чтобы тот обратил на якобы какие-то нарушения игрока, который, к примеру, на тебя пожаловался, или же ты на него пожаловался, с целью, чтобы он улетел на куда больше бан, чем он заслуживает. И вот этот вот долбоёб у вас на экранах обузил этим достаточно долго и, скорее всего, успешно. Не зря у него наиграно 600 часов на этом серваке. Подавай на меня жалобу встречную, и там уже будем разговаривать, так что ретурай меня. Не, я тебе обратно сейчас тэпну, получается. Ты не, ты можешь лететь уже. А, ты меня не тэпнишь, если ты тэпнишь, это будет админ. Ты меня, это, ты его не возвращаешь? Нет, если ты меня тэпнишь, это будет админ. Нет, ты не возвращай его, у него наказание уже есть, он должен себе выдать форму. Я ему скину. Да поплать, блядоту. Заебал. Давай ретурай меня. Не. А, я не могу, это админ. Не трогай меня. И у тебя плюс админ. Не, 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 не. У тебя админабуза. Ты лучше, нет, ты, дядь, смотри, вот, Кенчик, ты лучше иди, разбирай жалобы, вот, правда. Лучше иди, разбирай жалобы, хорошо? Нет, подожди, я его сейчас ретурную, запрой жалобу, потом делай, что хочешь. Хорошо. Пиздец, он, он по-быстрому себе выдал наказание, чтобы админабуза не было. Не зайдет, скорее всего. И ливнул. Сука, они реально теперь просто сбегают, блядь. Привет, ребята. Этот уродец на сервере. Вот такие, пироги. А теперь вкратце постараюсь объяснить, я зашел на следующий день и снова заметил его в админ-зоне. На него пожаловался другой юзер за фрекил. Ситуация такова. Он шел по пустыне и увидел, как этот долбоеб душный стреляет по мячику, нарушая правила нон-РП, неадекватное использование оружия. И затем, отчитав от 1 до 3 за считанную секунду-две, как он сам говорит на жалобе, он расстреливает этого бедного юзера, и за что как раз уже получает жалобу на фрекил. Далее на жалобе происходит все то же самое, что и в начале ролика. Если человек даже пишет что-то в текстовый чат, он тут же начинает дрочить админа, чтобы тот ему выписал предупреждение за перебивание на жалобе. Ну абсолютно конченый челик, ну правда, поймите, бля, но я не буду придумывать какую-то хуйню, чтобы какого-то чела рандомного забанить, ну это правда выбледок какой-то. А админ, кстати, который разбирает жалобу, такой же, сука, тупоголовый малолетний тюбик донатный, который ни хера не знает ни правил, ни о том, как обращаться с админкой. И вы в этом сейчас убедитесь. Признаете, что только на 3 он начал убегать? А он вам сказал, что он начал убегать на 2 еще, или то, что я быстро считал? Я быстро считал, потому что у тебя ушел 1, ушел 2, ушел 3, убить тебя, потому что это мое решение, не считать. В жизни тебя тоже могут проговорить это быстро, потому что есть люди, которые говорят очень быстро. Могу тебе это разжевать медленно, могу тебе в 0.5 это начать говорить вообще. Ну, вам дали слово говорить. Наблюдаем. Нет, ты кнопку нажимай, когда говоришь. На данный момент, вот сейчас, если ты говоришь, что тебя не слышно, то есть ты нажимай кнопку, на которую у тебя добинджет. Нет, какой дискорд ты в жалобе? Тут рассказывай. Пиши в чат, если у тебя не работает микрофон в игре. Я тебе должен дать 3 секунды убежать, но ты не успел до этого времени, поэтому я тебя убил. Я не за 1 секунду посчитал, я это как минимум за 2 посчитал, так что... И что, что я считал быстро? Это ничего не меняет. Не, еще как бывает. Вот, предположим, твой отчим набухался в щи и хочет на пьяную голову оформить Джага-Джага с твоей мамой и путает ее с тобой. И он тебе говорит, что у тебя есть 10 секунд, чтобы сбежать от него. Но поскольку твой отчим человек особенный, и его действия такие же, то есть ебанутые, которые мы с вами осуждаем, да? Он отчитывает 10 секунд за 3 секунды. Морали тут не надо никакой искать. Итог такой, что этому челу просто захотелось пострелять, и он нашел себе удобную цель, которая, казалось бы, ничего ему не может сделать, а он ее может в случае чего слить с сервака. Вот и все. Я тебе сказал, ушел раз, ушел два, ушел три. То есть, посчитай это в секунду, да? Потому что мы там были заняты своими делами, я стоял с оружием, и... Я стоял с оружием, ты мог меня ждать ментам. Я стоял с оружием, я тебе еще раз повторяю, я стоял с оружием, и ты мог меня ждать... Обман администрации админ. Да, уже вижу. Я админу уже демку показал, а это сейчас еще требование демки. То есть еще одно нарушение. Обман администрации якобы в том, что чел ошибся, сказав, что у него изначально не было оружия. Эта подробность вообще никак не влияет на суть жалобы, потому что суть жалобы такова, что его просто так зардеймили. А важные дела, которыми наш тюбик занимался, это снова расстреливать мячик, что нарушает также правила нон-РП. Но администратор, который разбирает ЖБ, почему-то на это похуй. Интересно почему? Да потому что там, сука, два долбоеба на админах сидят. Обман администрации, админ. Ты сам это слышишь сейчас. Я не хочу с ним даже вмести дальше диалог. У него обман администрации, потому что я ставил сковбойка в руках вот этим оружием. Ты подбежал, я достал оружие, чтобы человека запустить в космос на мячике. Поэтому я и достал оружие. А ты подбежал в тот момент, когда я стою уже с оружием, смотрю куда, слышу шаги. Говорю, ушел 1, ушел 2, ушел 3. Чтобы вы понимали, его перебило якобы сообщение в чате, которое даже не озвучивается говорилкой. Ты бы мог позвонить по РП полиции, сдать мне то, что я с оружием. И ты гражданин, ты должен был испугаться, увидев оружие и убежать без моего предупреждения. То есть у тебя Power Gaming. Запрос демки, админ. Запрос демки. Запрос демки. Я остался с оружием, я побоялся заслужить. Короче, банил за 0,15, он неадекватно себя ведет, запрашивает меня демку. Я это упущу даже. Я могу админу погадать только демонстрацию, но игрок у меня запросил демонстрацию или на душу конкретно. Можете, пожалуйста, настроить помеху жалобе, можете отдать? Пока. Я вообще молчу стою. Демку не хочет смотреть. Она покажет демку свою. Давай я демку посмотрю. Можете, пожалуйста, настроить помеху на жалобе? Нет, 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 я хочу демку человека посмотреть, мне интересна его проблема. Давай, дискорд. У тебя 30 минут, так, помеха Ты какой левел, подожди, ты какой Закрой ебало свою Закрой ебало, уродец Вызываем сюда, значит, семечку Да, семечку Давай, зови семечку, зови нахуй Кого угодно, я каждому расскажу Какой-то кусок дерьма ебаного, никчемного Тварь, блядь Давай, зови, зови, зови Зови Да, 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 да Кого угодно зови, я конкретно его задушу Это чё, неадекват, по-твоему Какого хуя ты это пропускаешь, вот мне интересно Он жалобу разбирает, кто тебя принял Кто тебя принял, он А какого хуя ты, чела, который хочет Задушить, просто, чтобы Челика выжить с сервака, блядь Ты спускаешь это и не считаешь неадекватом Уродец, блядский Такой же, 13 часов кусок Дерьма, блядь, просто малолетнего Нет, ты 13 Часовой кусок говна, нахуй Донатного, это просто пиздец У вас неадекват Да, у тебя, нахуй, неадекват Ты, блядь, отменить не в состоянии Просто под ухом хуйня Вот смотри, вот это вот Хороший человек Да, хороший человек А чё ты лебезишь, нахуй Как вчера, ты не можешь себя вести, да? Попустился, червяк, ебучий, никчёмный Пусть идёт жалоба Бабишерка, у него помеха на жалобе Помеха, блядь, чела сливать, да? Помешал вам чела слить с сервака Твари, блядь Всратые, просто пиздец Да, я тебе выдам, нахуй, рецидив Потому что ты вчера ливнул и нарушил 4 правила И пятое, нахуй, сегодня неадекват Только что Да, я ебал в рот, какая это сессия Любой адекватный человек это поддержит Другая сессия Ты обузишь, сука, недочётом в правилах И это тоже считается нарушением Ты знаешь, что это другая сессия И думаешь, что у тебя не будет пятого нарушения Пиздец Ты сейчас сам себя испалил А они его, нахуй, сейчас сольют сервака Просто потому что этот уродец, блядь, заговорил опять на всю жалобу И не даёт нихуя сказать И если даже он пишет в чат без говорилки Он говорит, что его перебивают Ты сейчас это хавать будешь или что? Ну пойдём Пойдём, пойдём Отойди, пожалуйста Я не отойду, нихуя Они его забанят, блядь, просто так Я, нахуй, вмешаюсь Поскольку у меня 6-й левел, блядь, админки есть И я могу этим воспользоваться Почему нет? Он обманул администрацию сервера Каким образом он обманул? Вот скажи То, что он сказал, то, что Он сказал, то, что я его убил просто так Хотя я отчитал до 3-х Он начал бежать Да, как ты отчитал до 3-х? От 1 до 3-х ты отчитал по порядку, да? Подожди Он от меня запрашивал демку, этот игрок Давай, Дискорд, я сейчас посмотрю эту демку Пиздец просто Админ, господи, демку смотреть Заходите все в ожидании Я сейчас хочу посмотреть просто вот с вами Он пишет, давай демку посмотрим вот тут Нет У меня демка жалобы даже есть А, нет, нету демки жалобы Давай, я сейчас тебе добавлю, мангустик Пойдем с тобой посмотрим О, господи, опять вот это с ним разбираться С ним вот это опять разбираться? Ты вчера не разобрался и ссыкливо убежал, блядь Воспользовавшись недочетом в правилах Которая позволяет за одну сессию 4 правила нарушать и ливать нахуй сервера Пиздец Бля, ты и понимаешь, что это не жалоба, а кусок говна? Да закрой ебало уже, ты заебал Ты, сука, беззубый админ, который нихуя не может сделать И заткнуть чела, который пытается слить другого игрока с сервака Какого хуя ты сейчас что-то высказываешь? Никчемный просто, блядь, такой же Два никчемных еблана сидят душат чела У этого игрока у мангустика замечено 15 Потому что он говорит, что Крайзер стоял без оружия Хотя он стоял с оружием прям Я тебе запрос кинул, принимай в дискорде, мангустик Я посмотрю Почему он мешает жалобе, оскорбляет игроков на жалобе И ведет себя неадекватно Могу себе позволить, потому что Ты меня заебал за этот день, нахуй, за вчерашний Поплачь, блядь, так ты ноешь нахуй админу сейчас Сопливый хор из рот, что тебе бедному мешают людей сливать сервака Ты никчемный ебаный уродец, который отыгрывается на челе Который тебе особо ничего такого не сделал Просто поддал на тебя жалоб Сама ситуация, объясни мне сразу, я тебе говорю честно Без пиздежа, будешь пиздеть, так же можешь улыбить Как возможно я один разговариваю Я понимаю, смотри, я иду по спине Вижу громила и про бандит Они как богаюзят Типа делаю шарик физическим и катаются о нем по трубе Шарик какой? Водотмячит? Да, на меня жалоба за то, что я прикинул Я могу тебе демку показать Он мне говорит Ушел раз, ушел два, ушел три И все убивает моментально Я даже не успел уйти, среагировать Что вообще за прет, я не понял Начал убегать под конец уже Он просто, ушел раз, ушел два, ушел три И убил при этом Но он, подожди, я слышал, он на жалобе это подтвердил И сказал, что может якобы отсчитывать так, как ему захочется А почему он это делает, если он не дает время убежать? Дается же три секунды, но он мне по факту дал секунду И при этом он в начале жалобы Он сказал то, что типа Ой, я мискликнул и случайно меня убил Вот это он говорил А сейчас, а потом он в следующем Уже через минут 15 Доказывал, что он меня убил якобы за что-то Типа у него Типа я у него видел оружие в руках То он там боялся за свою жизнь Я слышал, он говорил Да, да, да Вот типа вот это Типа вот я боялся за свою жизнь У меня было оружие в руках Поэтому я тебя убил Но при этом убил то, что у меня скрипки в сковбойке Там что-то отдача какая-то Вот это вот Потом мешаешься ты И они на тебя, как шакалы накидываются Говорят, ты мешаешь жалобе Да, я вижу, тварь ебан Ты Скал, что ты быстро Отсчитывал Ты в этом признался От одного до трех Я это не признавал, подожди И что, что я читал быстро Это ничего не мешает Обман администрации Я записываю еще одно нарушение Нет, замолчай, не перебивай Первое предупреждение Второе предупреждение У тебя неадекват Обман администрации плюс неадекват Заработан, спасибо огромное Я тебе дальше сейчас скажу Ты досчитал от одного до трех Как ты говорил За две секунды Ты в этом признался Прямо на жалобе При Этекторе Почему Этектор в этом не увидел Никакого нарушения Мне вот интересно Хотя ответ очень простой У него оба Два слепых еблана Один Закрывает глаза На нарушение другого Хотя Пожаловались совершенно На другого человека Причина убийства Человека не ясна была Ты сказал, что он тебе может Как-то угрожать Я оставил с оружием Я побоялся заслужить Профессия какая была Напиши Мангустик в чат Какая профессия была У Мангустик Ага Грузор был Громилой Смотри Можно сказать Громилой спрашиваю Был ты или нет Я тебе вопрос задал Да, я был Громилой Каким образом тебе угрожает Гражданин С учетом того, что у тебя Расширен эфир РП И у тебя есть Разрешение носить оружие По правилам Тяжелое Тем, что он вызовет на меня полицию То, что у меня есть оружие Как минимум Ты оружие зачем достал? Смотри Снягу с другом Сейчас я тебе даже продемонстрирую Насколько далеко Может улететь мячик С помощью нашего способа То есть вот это База Мы вам это не считаем Понятно Может дальше не объяснять Плюс на НРП Может дальше не объяснять Плюс на НРП Неадекватное использование оружия Непонятно в каких целях Ты расстреливаешь Либо окружающее пространство Либо предметы какие-то И мячик Плюс на НРП Дальше ты Увидел, что чел И видит, как ты Орудуешь Вот С стволом Ты его берешь Убиваешь Это неадекватная причина Для убийства Это фрекил Почему ты тогда интересно В прошлый раз Так не сделал В городе Когда ты Из ковбойки Расстрелял Получается И мячик И гражданского Ты так почему-то Не объяснил Тогда ты видимо Не знал значения Еще на НРП Правила Неадекватного использования Оружия Бывает Да, бывает Плюс на НРП Плюс фрекил Плюс обман Плюс помеха Получается Точнее неадекватность За вчерашние нарушения Ты так же Не получил наказание А именно Оскорбление администрации Вот Ты посмел Администратора Оскорбить Просто так Не выдал Так же Ты себе Наказание По решению Администратора Разбирающего ситуацию Это еще все Вчера И после этого Ты ливнул Сервера Чтобы избежать Наказания И так же Ты Заобузил Недочет В правилах Их недоработку То, что они Кончены Эти правила Прописаны Просто Каким-то Кривым челом Что Можно якобы Нарушить Четыре правила Ливнуть И Ну Не получить Наказание За рецидив Но рецидив У тебя будет А на данный момент У меня четыре нарушения Поэтому рецидива Тут нету А если ты выздоровишь Мне рецидив То это Ну блин Будет неадекватно Адекватно Говорит Что ты Чела Сольешь Да Задушишь Нет Неадекватно Это Получается 0.22 Плюс Еще одно Правило В копилку Твою Поздравляю Вот А то Что У тебя Вырубили Свет Мне Абсолютно Поебать На то Что у тебя Вырубили Свет Я бы тебе Его нахуй Навсегда Выключил Я на тебя Все равно Подам ЖБ За то Что ты Оскорблял Игроков За то Что ты Мешался За ралобу И Ты может Быть Ебало Закроешь Уже Своё Сука Поехавшим Мне похуй Что ты Там Подаш Жалобу У тебя 0.15 У него 0.15 Все равно Выходит 0.15 И ты Ему Выдаешь Запрос Да В чем Заблуждение Ввод В чем Ввод В заблуждение Ты Может Ты не понимаешь Что сейчас На твою Жалобу Конкретно Которую Ты на меня Подаш Будет Всем похуй В чем Ввод Заблуждение Мне сейчас Может быть Админ Объяснит Который Разбирал Жалобу До меня Давай Беззубы Скажи Что-нибудь Этот Нихуя Дельного Не может Сказать Он Как обычно Ноет То Что Я Подам Жалобу И Нихуя Нового Я Ничего Не Слышу От Алло Слово Тебе Ну То 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 Он Говорил То Что Он При Нем Не Был Пистолет Хотя Он Держал Минуту Где-то Даже Больше Пока Он Не Пришел Как-то Это Повлияло То Что У Него Было Или Не Было Оружие На Суть Жалобы Я Не С Тобой Разговариваю Я Говорю С Админом Другим Ладно В общем И где-то У него Увидел Вод Заблуждение По-твоему Оговорка Какая-то Которая Не Влияет На Исход Жалобы Считается Водом Заблуждение Ну Вообще Думал То Что Я Говорил То Что Он Не Держал Пистолет Он Прям Говорил Что Он С Закрой Ебало Сын Бляди Тупоголовая Может Ты Не Понимаешь Что Тебе Говорят Оскар Родных Молодец Да Блядь Я Могу Про Все Твое Нахуй Поколение Домовую Книгу Сказ Все Что Угодно Ты Женах Ни Человек Ты Недостой Тебя Надо Было Блядь Еще В Плохо Слышит Нытик Ебучий Блядь Ну так Закрой Говорю Ебало Расти Богу Мы Тебе Все Верим Что Тебе Похуй Поэтому Закрой Пасть Блядь Ты Увидел Где-то Здесь Вот В Заблуждении Или Нет Так Ему же Похуй Или Не Похуй Я Не Могу Понять Ближе К сути Вердикт Сегодня Будет Вообще Со Сороны Этектора А Этектора Ну Жидкого Въебал Так же Как Кстати Он Теперь Просто Кричит Мне Похуй Забаньте Я Пойду Жалобу Напишу Блин Блин Все Войс Чат Сломался Пиздец Теперь Клавиши Осталось Три Нажимать А Что Мне Жрать Двой Чат Блядь На Игранных Смерть Те тут Высказывать Или Че Я Просто Написал Чат Да Поху Мне Я Дам Эти Писот Обоснов Рублей Непоху Не Поверь Я Просто Говорю Что Одмин Компетентный Некомпетентный Ты Блядь Базарить Даже Не Умеешь Нормально Пиздец У тебя Речевой Выносите вердикт Я пойду Составляю Жалобу Просто Рецидив У него Выходит У него Был ли Раньше Рецидив Он Улетал За Рецидив Ну Значит Сначала Будет Обычный Рецидив 0.22 Неадекват Обман Администрации Также Использование Недочетов В правилах Чтобы Избежать Рецидива Ну Все Бань Меня Давай Быстрее Первый Готов 1.48 А Зачем Ты Расписываешь Что Необязательно А у нас Дотошно Он Будет Знать За то За что Он Пизды Получил Теперь У тебя Адм Правила Он Предлагал Смотреть Демку Только Когда Асвалда Да Он Предложил Я Посмотрел Он Не Говорил Про Демку Я Забыл У него Спроси Мы Не Отказывались Только Сказал Когда Мы Разбирали Что Асвалда Говори Сам Предложить Ты Должен Сам Предложить Ну да Но Он Говорит Что Мы Отказывались Хотя Мы Не Отказывались Да Ты Просто В рот Ебал Чтобы Человеку Демку Показать Если Он Даже Что То Не Так Сделал Возможно Ты Просто Нахуй Послал Считай Его Даже Не Говоря Об Это Такой Жен Отбит И Конченый Дебил Как И тот Кризер У тебя Выходит 1.12 3.11 А Хорошо До Свидания Только Ты С Команду Выдари Ему Предвар Все Давайте Удачи Я Посъеба Вот Ребята Два Долбоеба Были Забанены Но Я Так Думаю Что Чего Конкретно Не Хватает Потому Что То Как Видит Себя Один Из Этих Двух Челиков Ну Просто Полный Пиздец Я Говорю Не Про Того Админа Который Не Может Нормально Проводить Дико Ребята Давайте Ко мне Потакать Все Дружно Надо Кого То Снять Нет Это Не Так Работает На Самом Деле Для Этого Нужна Объективная Причина И В этих Демках Достаточно Поэтому Я Созваниваюсь С вышкой Объясняю Ситуацию Показываю Ключевые Моменты Со Всеми Нарушения Абсолютно Всеми И И Исходя Из Этого Делается Вывод Что Чел Давай Я Демку Посмотрю Давай Демку Ну все Уже Дальше Как бы Но Невозможно Удержаться Потому что Чела Тушат Просто Неправильно Можете Пожалуйста Там Не первая Жалоба На Того Товарища Кризер На Созор Кризеров Херный Какого Я Заберу У него Игрушку И Тукобой К Пожалуй Чтобы Не втакал Больше С этой Хуйни Не Первый Раз Уже С Мячик Так Ты его На Неделю Да Откинул Да Рецидив Неделя У Кризера Три Дня Денадцать Часов У И Тектора Хорошо Я У Кризера Тогда Кубоку Заберу Ранквейма Снял Но Браз Это Не Первый Раз Уже Я Периодически Жалоба Тоже Смотрел Что Мне Кто Там Жаловался Старший Админ Вах Но Это Не Единственный Такой Товарищ По сути Он и правил То особо Не знает Он Просто Какую-то Хуйню Проносит На том Что Админ Новичок Ничего Не понимает Да Вот У меня На обеих Демках Это самое Запечатленное Я Как бы На это Обращаю Внимание Ведосе Объясни Объя Объясни Объясню Субтитры создавал DimaTorzok